К сожалению, нет простейшего, нет парацетамола. Было 37, да, и 3, 37. Вот так вот держится температура. Почему? Друзья, в это непростое время очень важно помочь казахам, тем людям, которые сейчас на передовой, которые борются с вирусом, от которого, казалось бы, нет спасения, но хочется верить в лучшее. Под предыдущим видео я видел, что люди оставляют свои координаты, пишут о своих проблемах и ждут поддержки. И давайте же в этом видео, которое называется «Я помогу», поможем тем людям, которые напишут в комментариях, которые расскажут о своих проблемах, о своей боли, напишут свои координаты, хотя бы просто кто чем сможет. Потому что у кого-то не хватает парацетамола, у кого-то не хватает хотя бы на буханку хлеба. Так не должно быть. И я уверен, что мы с вами добрые люди. Есть те, у кого масса денег, есть те, у кого есть лишнее. И, конечно же, всему гостю в этом мире, я уверен, что воздастся каждому из нас за помощь тем, кто нуждается. Поэтому обязательно напишите в комментариях под этим видео, чем вам помочь, что у вас болит. Конечно, если этот ролик посмотрит много людей, если его посмотрят люди богатые, люди, как минимум, знаете, душевно богатые, да, и богатые своим сердцем и теплотой, они, вижу, помогут людям, которые в комментариях об этом попросят. Но сейчас давайте вместе обсудим ситуацию, что же происходит в Казахстане. Всемирная организация здравоохранения, именно эксперты этой организации, приедут в Казахстан для того, чтобы изучить вспышку, да, вот этой пневмонии. То есть новая она, либо же нет. Напомню, ранее в Китае сообщали, что вполне вероятно, что в Казахстане что-то новое, да, то есть не тот вирус, который уже был во всем мире, да, и который, к сожалению, есть до сих пор, а что-то непонятное. При этом руководство Казахстана отрицает это, и были заявления, что это не так. Более подробно давайте изучим информацию. Значит, группа экспертов Всемирной организации приедет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, сообщил глава пресс-эйсовоз в стране. Ранее сообщил, что посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, да, то есть опять-таки упоминают, что это может быть нечто новое. На неизвестной пневмонии уровень ухода людей, да, и жизни от которых значительно выше, чем при вот этом вирусе, да, который уже есть, к сожалению, на планете Земля. Минздрав Казахстана опроверг информацию о вспышке неизвестной пневмонии, а представитель ВОЗ предположил, что одно из объяснений вспышки пневмонии это и есть предыдущая болезнь, да, и вот что. Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось число случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации Министерства здравоохранения, тоже этим занимается, эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные, проанализировать их. По ее словам, пока она может только повторить слова руководителя программы ВОЗ о чрезвычайном ситуации, да, который считает, что, скорее всего, это тот же вирус, который был. Ну, то есть, пока, конечно, склоняются к тому же. Мир увеличивает какую-то панику, да, не пугает людей. И, на мой взгляд, это правильно, потому что люди и так, и так еле справляются, еле живут с тем, что уже имеют, да. То есть, уже мы боимся выйти в магазин без маски. И уже, по сути, мир не такой, как он был раньше. Остается, конечно, надеяться, что ваша страна будет достойно помогать людям, да, которые, дай бог тому же, без работы, да, предприятия в тяжелом положении. И, конечно же, люди хотят кушать всегда, и важно их поддержать. Опять-таки, я призываю, призываю в этом видео, чтобы все те, у кого есть деньги, да, вот эти миллионеры, миллиардеры, ну, масса же людей на планете, у которых столько денег, что не знают, куда девать, чтобы они все помогли сейчас казахам. Казахам, действительно, надо помочь. Ведь, конечно, что стоит для человека, у которого миллионы долларов, миллиарды, да, ну, или хотя бы у кого есть, там, 10 тысяч долларов, 20. То есть, это тоже очень большие деньги. То есть, если у кого есть эти средства, помогите, действительно, хотя бы парацетамолам, хотя бы какими-то лекарствами. Тем людям, которые сейчас очень нуждаются, которым сейчас нужно выжить. Просто шоковая новость, да, оказывается, не стала. Заместитель министра обороны Казахстана, который занимался борьбой как раз-то, с вот этим вирусом, да. Понимаете, то есть, человек занимался борьбой и так боролся, что отошел в мир иной. Зовут его Батым Курманбаев. Ой, да, да, не знаю, друзья, что творится в мире, что происходит. Написано, что военнослужащий, руководящий состав Министерства обороны Казахстана, скорбит по поводу того, что не стал генерал-майора. Там же сказано, что с самого начала пандемии занимался борьбой с распространением коронавируса. Еще новость, друзья, что, во всяком случае, BBC пишут, да. Кто-то в комментариях, опять-таки, мне указывает, что в Казахстане хотят как-то менять власть или еще что-то, да, что начинаются какие-то наезды на эту страну. Но BBC, да, давайте все-таки подумаем. BBC – это солидное издание. То есть это действительно, ну, это не желтая пресса, да. Это абсолютно не желтая пресса. И пишут, что больницы в Казахстане переполнено лекарство, не достать. Во всяком случае, мне тоже в комментариях писали, что, к сожалению, нет простейшего, нет парацетамола. Друзья, ну, вы знаете, если нет парацетамола, я, конечно, не медик, но я дам небольшую рекомендацию. Потому что, знаете, у меня просто душа болит, я очень переживаю. И я вам скажу, что заменитель парацетамола – это цитрамон. То есть в цитрамоне в состав входит парацетамол, там примерно половина дозы, да. Если выпить два цитрамона, можете посмотреть по составу, то, в принципе, это будет то же самое, что и парацетамол. Так вот, лекарство не достать. Указано, в частности, что некая Аида Джексон, 38-летняя женица Нур-Султана, сидел на полу приемного отделения больницы, пытаясь отгонять мысли о том, что ее не станет. У нее были типичные признаки вируса – одышка, слабость, высокая температура. Одышка, слабость. Вы знаете, я не знаю, вот напишите, как вы себя чувствуете в эти дни, но я примерно месяц, примерно месяц, я-то не сдавал никакие тесты, но я вам скажу, что тоже температура держится. Во всяком случае, вчера, позавчера у меня было 37, да, и 3, 37. Вот так вот держится температура. Почему? К тому же, небольшая одышка, ну да, может быть, есть. То есть, ну, как-то, ну, якобы чуть-чуть не хватает воздуха. Есть такое. Слабость. Слабость – это как раз то состояние, в котором я живу уже примерно месяц. Так вот, давайте прочитаем дальше. Значит, девушка, 38-летняя, почувствовала одышку, слабость, высокую температуру, и пятый час к ней никто не подходил. Это была вторая попытка попасть в больницу днем ранее, после многочисленных звонков в скорую. Фельдшер отвез ее в стационар, где отказались ее принимать. Мест нет, вот так вот пишут, да, при этом в комментариях под предыдущим видео, где я тоже рассказывал о том, что происходит в Казахстане, но, опять-таки, не просто рассказывал, а я спрашивал ваше мнение, потому что, вполне возможно, вы живете в этой стране, вы, конечно, лучше знаете всю ситуацию, чем я. Так вот, мне писали, что вроде как в некоторых больницах людей кладут на коридорах, и вполне возможно, что это уже за счастье, да, хотел попасть на коридор в больнице. В Казахстане случается резкий рост заболеваемости вирусом, да, мы на войне. Вот так описал ситуацию Казахстана Касым Жомар. Такая во время расширенного заседания правительства. В пятницу, да, из-за ухудшения ситуации в Казахстане. В начале июля повторно введен карантин. Понедельник тоже, вот, напомню, был день, когда вспоминали те, кого не стало. И сейчас тоже появляется информация о том, что в Казахстане вроде как до начала августа продлили меры, да, вот, продлили карантин из-за коронавируса. Жесткий какой-то карантин. То есть запрещены, естественно, массовые мероприятия. Закрыты, насколько я знаю, там, крытые рынки, да. Для дальнейшей стабилизации в землогической обстановке принято решение о продлении ограничительных мер на две недели с 20 июля по 2 августа. Да, вот, по данным Казахстана, общее число выявленных случаев заражения 61 755. Друзья, надеюсь, что все-таки преодолеем вот эту гадость, вот эту заразу, да. Непонятно, откуда она идет. Опять-таки пишут, что некие летучие мыши или кто там, да, что кто-то барсуков ел или кого там, да, что вот вторая волна вот эта начиналась. Я не знаю, что делать, да, как быть. Родные казахи, держитесь, крепитесь и дай бог побеждайте, потому что, опять-таки, вы стоите на передовой, да, и от того, как быстро вы справитесь, да, как быстро победите вы от вируса, зависит, как в целом будут жить люди на планете Земля. Друзья, напишите, что вы делаете, как вы боретесь с этой инфекцией, с эпидемией. Можете оценить видео, подписаться на канал, и дальше будет, что вместе обсудить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова